Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь24 с главными событиями этого утра познакомлю вас я, Глеб Полянский, а теперь к основным темам выпуска. 130 единиц дорожной и коммунальной техники поступят в Алтайский край. Как сообщает Алтайская правда, для дорожно-строительных управлений и муниципалитетов региона закупили грейдеры, катки, погрузчики, тракторы, экскаваторы и другие виды техники. Почти все российского производства. Всего на них выделили 1 миллиард рублей из краевого и федерального бюджетов. Напомню, сейчас на региональных и федеральных трассах, а также городских дорогах Алтайского края работают больше 3,5 тысяч единиц дорожной техники. Программа по обновлению парка тракторов, катков и грейдеров действует с 2018 года. Всего за три года ее реализации региону передали 387 единиц дорожной и коммунальной техники. Работники медиа испытали себя в роли бойцов специального назначения. Журналисты в шлемах и бронежилетах стреляли из пистолета по мишени и прошли полосу препятствий. Соревнования между журналистами прошли на базе отдела специального назначения УФСИН России по Алтайскому краю. У руководства возникла идея провести мастер-классы с участием сотрудников спецназа и показать суровые будни отдела. Некоторые, так сказать, маленькую-маленькую часть жизни отдела, чем занимаются сотрудники отдела специального назначения, и чтобы журналисты нашего края попробовали себя на некоторых из этих упражнениях. Гости смогли проверить свою меткость и пострелять по мишени из пистолета. Правда, только из интерактивного. После журналисты примерили на себя полную экипировку спецназа. Шлем, бронежилет, дубинка и щит. Все это необходимо для выполнения боевых задач. Примерно вот так выглядит экипировка бойца отряда специального назначения УФСИН. На этом полигоне работники медиа смогли на себе проверить, каково это носить подобное снаряжение. Дальше самое интересное. Спецназовцы на своем примере показали, как проходить специальную полосу препятствий. Перед началом прохождения дистанции работников медиа проконсультировали по технике безопасности и нанесли на лицо специальную краску. Она применяется для маскировки, когда спецназовцы отправляются на боевые действия. Бойцы регулярно тренируются в полном обмундировании, чтобы умело справляться со сложностями несения службы. На визит журналистов они отреагировали приветливо и поделились своим мнением по поводу мероприятия. Ну вообще я рад, что на нашей базе проводятся такие открытые мероприятия, что общество может видеть, чем мы тут занимаемся, чем наше подразделение занимается. Вот, рад видеть гостей в качестве журналистов. Также работники медиа увидели деятельность кинологов в условиях боевых задач. Обычные собаки нападали на сотрудников в специальном защитном костюме, демонстрируя, как в обычной жизни происходит обезвреживание преступника. Журналистам рассказали про различные виды оружия и даже покатали их в бронетранспортере по полигону. Константин Санжаров, Роман Хайрулин, Новости. Художник из Барнаула распишет фасад дома в Новокузнецке. Об этом сообщает Барнаул-22. На стене появится портрет Егора Дроздецкого. Это советский шахтер, дважды герой социалистического труда, родом из Новокузнецка. Он единственный житель города, удостоенный памятника, поставленного при жизни. Созданием граффити займется барнаульский художник Евгений Алехин. Ранее он уже работал над портретами Николая Толстогузова, Владимира Машкова, Владимира Высоцкого и Ивана Бардина. Ретро-дискотеку организовали в Барнаульском парке «Изумрудный». Потанцевать под хиты 80-х собрались жители всех возрастов. Им не помешал даже дождь. Для гостей организовали и тематическую выставку советской аудио- и видеотехники. Вечеринку в городском парке проводят не в первый раз. По просьбам жителей ее планируют повторить в следующее воскресенье. Вход свободный, без возрастных ограничений. А у меня все к этому часу. Еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. Предлагайте свои темы и, возможно, в будущем они станут основой для материалов наших журналистов. Не переключайтесь и оставайтесь с нами. Впереди все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин